Добрый вечер! О событиях уходящего дня вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей и я, Андрей Григорьев. Смотрите в нашем выпуске. Наблюдал из окна и давал указания. Иди туда. Нет, ты подошла не к той урне. Мошенничество с использованием служебного положения под стражу взят один из руководителей регионального управления МВД России. Избит охранником банка вслед за Александром Телепневым, еще один бывший депутат краевого парламента стал героем скандала. Уникальные декорации и живые гуси. Знаменитый мюзикл театра-театра «Карлик Нос» скоро можно будет увидеть, не покупая билет. Рабочий погиб в селе Поживо. Газовый баллон взорвался при резке металла. Еще несколько человек госпитализированы с ранениями. ЧП случилось на территории бывшего завода. Погибший 59-летний мужчина руководил бригадой рабочих. Следователи выясняют обстоятельства трагедии. Краевой Минздрав сообщает о состоянии пострадавших на пожаре пятиэтажного общежития в Чусовом, где накануне погибли 6 человек, включая троих детей. Там вообще просто все выгорело окно, ты видел? Да. Там ничего, так на ней осталось. Всего госпитализировали 11 человек, троих уже выписали. По словам врачей, жизни пострадавших вне опасности. В больнице Чусового сейчас находится четверо, в том числе один ребенок. Двое детей в Краевой детской клинической больнице. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Еще двое взрослых лечатся в ожоговом центре 21-й Пермской горбольницы. Они в состоянии средней тяжести. 53 жителя сгоревшего дома пока находятся в местной гостинице. В МЧС предполагают, что причиной пожара стала оставленная без внимания самодельная электроплита с открытой спиралью. Борец с преступностью, возможно, сам нарушил закон, причем не покидая стен своего кабинета. По стражу взят один из руководителей Краевого управления МВД России. Высокому полицейскому чиновнику предъявлено обвинение по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». Подробности выясняла Елена Еговцева. Начальник одного из подразделений Краевого главка МВД якобы предложил задержанному освободить того от уголовной ответственности за вознаграждение в 800 тысяч рублей. По версии следствия, деньги прямо к зданию управления, именуемому среди пермяков башни и смерти, привезла несовершеннолетняя падчерица фигуранта. А полицейский чиновник руководил действиями девушки, наблюдая за ней из окна своего служебного кабинета. Он смотрел, наблюдал из окна и давал указания. Иди туда, нет, ты подошла не к той урне. Девушка положила их в мусорную урну, которая находилась поблизости рабочего здания сотрудника полиции. Через некоторое время после того, как денежные средства были оставлены в мусорной урне, руководитель, привлекаемый сейчас к уголовной ответственности, забрал денежные средства из урны. Действия подозреваемого квалифицированы не по статье «Взяточничество», а как мошенничество с использованием служебного положения. Следователи пояснили, разница в том, что экс-полицейский взял деньги за услугу, которую в принципе не мог оказать. Он пообещал освободить от уголовной ответственности, но вопросы возбуждения уголовного дела, привлечения к уголовной ответственности – это не входит в его компетенцию. Он пообещал отпустить человека, при этом он совершил обман в отношении него. Он не выполнил свои обещания, которые в принципе и не мог выполнить, и завладел денежными средствами. Полицейский чин своей вины не признает. Известно, что полковнику совсем немного оставалось доработать до пенсии. Офицер имеет много наград. Коллеги характеризуют его как опытного сотрудника и честного человека. До суда подозреваемый будет находиться в следственном изоляторе. Если его вину докажут, бывшему борцу с преступностью будет грозить до шести лет лишения свободы. Елена Иговцева, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей. Пожар в троллейбусе. Накануне вечером на пересечении улицы Екатериненской и Островского загорелась кабина троллейбуса 10 маршрута. Его водитель не растерялась, быстро помогла всем пассажирам выйти, а затем начала тушить пламя. Женщине удалось справиться с огнем самостоятельно. Никто не пострадал. Движение троллейбусов из-за пожара не останавливали. Причины ЧП выясняют. С решением несогласной накануне в Краснокамском суде вынесли приговор водителю фуры, виновнику ДТП, в результате которого погибли два человека. Еще у двоих, включая пермскую актрису Алену Шемес, тяжелые травмы. Осужденный будет отбывать срок в колонии-поселении. Пострадавший настаивает на более строгом наказании и подает апелляцию. Трагедия случилась минувшим летом на трассе Перм-Краснокамска. Уцелевшие жертвы той аварии уже более полугода учатся жить заново. Репортаж Евгении Караксиной. Мы играли в одной музыкальной группе, записали когда-то клип, собирались, планировали дальше это дело продолжать. Он был замечательным гитаристом. 3 июля Алена Шемес с женихом и его родственниками возвращались в Перм. Внезапно навстречу их машине выехала фура. Двое погибли мгновенно. Водитель и пассажир. Жених Алены – молодой музыкант Михаил Конотоп. Зимой пара планировала сыграть свадьбу. Сама девушка и мать Михаила уцелели, но теперь заново учатся жить. Алена вспоминает ужасные подробности. Сначала мы заехали на заправку. После заправки сели обратно все в машину, так же пристегнулись, и я уснула. Все. Очнулась я уже в реанимации. У меня была поставлена трахиастома. Вот здесь, в этом месте, так как все лицо было полностью с левой части разбито. Был вколоченный перелом носа, то есть вдаблено было все назад. Вообще, как я потом с врачами разговаривала, на 3 сантиметра назад у меня улетела левая часть. Девушку буквально собрали по частям. Ей предстоит еще несколько пластических операций, в том числе по восстановлению черепа. Уголовное дело в отношении водителя фуры, который отделался ушибами и ссадинами, рассматривали в Краснокамском суде. Свою вину он отрицал, утверждая, что виноваты велосипедисты, ехавшие впереди него по обочине. Один из которых, якобы то и дело, выкатывался на проезжую часть. Но видео с авторегистраторов этого не подтверждает. Прокурор запрашивал наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Итог – шесть лет колонии-поселения. На вынесение приговора подсудимый, по словам Алены, приехал на собственной машине. Девушка считает, водитель был уверен, что наказание смягчат и из зала суда под конвоем не выведут. Мы говорили о том, что мы хотим, чтобы было строгое наказание, так как все-таки погибли два человека. Я про себя молчу, тяжкие, телесные, но у меня жених погиб. Кроме того, по словам девушки, суд отказал ей выплате материальной компенсации, а от запрошенной выиски по возмещению морального вреда суммы оставил лишь пятую часть, которой Алене никак не хватит на предстоящие операции. Родные и близкие погибших готовят апелляцию в Краевой суд. Евгения Караксина, Александр Худяков, телевизионная служба новостей. Героем скандала вновь стал один из бывших депутатов законодательного собрания края. Виктор Скутин заявил, его избил охранник Совкомбанка. Накануне 51-летний мужчина попросил сотрудницу кредитно-финансовой организации разменять тысячи, чтобы через банкомат доплатить за автокредит. В этот момент охранник банка якобы сказал, что здесь не касса и потребовал клиента уйти. На своей странице в Facebook Скутин сообщил подробности. Я попросил его представиться. Он сказал только, что он сотрудник безопасности банка. Я достал телефон, предупредил, что я хочу сделать видеосъемку, как он мне угрожает. Этот человек на повышенных тонах сказал, что если я не уберу телефон, он мне его разобьет. Дальнейшее зафиксировала камера телефона. Повторите, пожалуйста, как у меня остановили мужчина. Я говорю еще раз. 51-я статья закону. Конституции. Я запретил себя снимать. Что непонятно. Снимем? Выходим, выходим, выходим. По словам экс-депутата, охранник несколько раз ударил его об стену, выволок на крыльцо, нанес удар в живот и выбросил на улицу. Виктор Скутин написал заявление в полицию. Проводится проверка. Представители Совкомбанка утверждают, клиент сам спровоцировал скандал. Сотрудник службы безопасности банка, а также группа быстрого реагирования были вызваны по тревожной кнопке сотрудницей офиса в связи с агрессивным поведением клиента. По словам очевидцев, клиент провоцировал сотрудницу на скандал. Банк в данный момент проводит служебное расследование инцидента. Банк не исключает, что подаст иск о клевете против пермского экс-депутата. Напомним, героем скандальной истории с избиением недавно стал еще один бывший краевой парламентарий Александр Телепнев, который, со слов Андрея Ширмана, известного как диджей Смэш, избил музыканта в ночь на 10 февраля в пермском ночном клубе «Дом культуры». Тогда диджея сломали челюсть, он получил сотрясение мозга и другие травмы. Возбуждено уголовное дело. Смэш сейчас лечится в одной из московских больниц. Накануне на своей странице в Инстаграм он опубликовал фотографии навестивших его звездных друзей, среди которых певица «Глюкоза», рэпер Джигана, актер и шоумен Александр Рева. А землячка пермская топ-модель Наташа Поля отправила диджея букет цветов. Безголовное боли пермским пенсионерам облегчили жизнь, упростив процедуру платы за капремонт. С 1 марта счета за него будут приходить уже с учетом льгот. Сейчас пожилые люди оплачивают услугу в полном объеме, а затем вынуждены обращаться в социальные службы за возвратом компенсации. И получают ее лишь через некоторое время. Теперь же эту льготу оплатят из краевого бюджета перед тем, как выставлять счет за капремонт. Для этого нужно всего лишь один раз обратиться в органы соцзащиты. Можно просто позвонить, специалисты сами придут и заберут заявление. Напомним, что 50-процентная компенсация платы за капремонт положена людям старше 70 лет. 80-летние и старше от нее освобождены. Выход на миллионную аудиторию, недавнюю громкую премьеру театра-театра «Мюзикл Карли Кнос» теперь можно будет увидеть не только на сцене, но и в онлайн-трансляции. Она начнется 1 марта в 17.00 по московскому времени. Видеоспектакль появится на канале YouTube и в эфире телеканала «Думру Гид». Активные ссылки организаторы трансляции обещают разместить на официальном сайте театра-театра, а также на его страницах в социальных сетях. Здесь все возможно, это не сложно, надо только знать секрет. Напомним, премьера мюзикла «Карли Кнос» состоялась в ноябре прошлого года в основе постановки сказка германского писателя XIX века Вильгельма Гауфа. Автор музыки – известный российский композитор Лора Квинт. В спектакле сложное красочное оформление, задействованы даже живые гуси. Мюзикл уже посмотрело несколько тысяч зрителей.